Карантин снят. Реанимационно-урологическое отделение Республиканской больницы работает в штатном режиме. Напомним, что с профилактической целью с 16 по 30 апреля эти два отделения были переведены на карантинный режим. Как сегодня работают медики и много ли экстренной помощи оказывается в специальном репортаже Александра Коваленко. Вот так выглядит ковидная пневмония на снимке. Поражение легких новым вирусом с максимальной точностью можно увидеть именно на КТ. Ежедневно врачи компьютерной томографии Республиканской клинической больницы тесно взаимодействуют с докторами, которые в эти непростые дни работают в инфекционном госпитале. Доктор Мурат Кубеков в день расшифровывает более 20 снимков, утверждая, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Мы почему призываем к самоизоляции? Потому что еще и степень тяжести заболевания зависит от той вирусной нагрузки, которую получает пациент. То есть, если вы контактируете с больным с ковид, вы можете не заболеть. Если вы сохраняете дистанцию, если это кратковременное какое-то общение, если вы после этого помыли руки, предприняли меры и на вас маска. Если вы находитесь в толпе, в которой много пациентов больных ковид и которые вокруг вас находятся длительное время, то вы заболеете в большей степени. То есть, у вас может быть более тяжелая форма. 16 апреля в реанимационное отделение больницы в тяжелом бессознательном состоянии был доставлен пациент. В ходе обследования у больного был выявлен ковид-19. После оказания ему необходимой неотложной помощи пациента перевели в инфекционный госпиталь. А отделение реанимации было закрыто на карантин. Его привезли сюда. Он был в тяжелом состоянии. Нам пришлось его интубировать, оказывать помощь. Слава богу, он уже сегодня поправился, как мне известно. Но из-за того, что пациент находился двое суток в реанимационном отделении, с ним контактировали несколько смен. И после того, как уже были сделаны тесты, он только после этого был переведен уже в госпиталь, который занимается такими пациентами. Спустя две недели после предварительной дезинфекции реанимационное отделение абсолютно интактно и продолжает прием. И оказание помощи реанимационным больным. Сегодня лечение здесь получают семь пациентов. Мы провели, сделали смывы на состояние среды, воздуха, предметов, помещений и так далее. Все сотрудники здоровы. Карантин прошел благополучно. Пациенты, которые находились в реанимации в закрытой зоне и сотрудники все здоровы. Их четырехкратно мы проверили, сделали пробы на ковид. И после завершения всех мероприятий карантинная зона была открыта. Для больных с неподтвержденным диагнозом, без рентгеноскопии и нуждающихся в реанимационных мероприятиях, здесь развернут экстренный зал. Здесь мы их принимаем, оказываем необходимую помощь. Ну, вход до реанимационной, перевода на ИВЛ. И дожидается решение по ситуации с пациентом. Если это необходимо, то проводятся другие манипуляции, оперативное вмешательство, продолжение лечения в интенсивной части нашего отделения. Либо, если этот пациент подтверждается диагноз новой инфекции, то такой пациент специальной бригадой переводится в соответствующий госпиталь. Также на базе КЧРКБ ежедневно проводятся учения по работе приемного отделения реаниматологов в изолированном боксе, чтобы быть готовым оказать неотложную помощь пациентам до установления основного диагноза. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.